Почему сейчас все невкусно? Да потому что за вас все делает техника, а хочется теплоты рук, хочется потраченных лошадиных сил. Давай, щука! Я это, соберу мясорубку, пожалуй. Так, да, полгода ее не собирал, наверное. Полгода не собирал мясорубочку родную. Так, для рыбы у меня будет крупная решетка. Все же правильно, я вот так вот делаю. Сначала нож, потом... Наоборот, мелкую надо, кости же. Ну, давай мелкую. Логично, говоришь. Хотя, рыба и так будет давленная вся. Мясорубка же не крутится, да, мясо мягкое. Она будет... Поэтому здесь будет совсем такое давилка-то. Ну, ладно, давай, лучше подавим ее, чем вдруг попадется кому-нибудь косточка. Тут я с тобой согласен. Здесь ручку, дрючку. И все это закручиваем. Я однажды шел в хозяйственном магазине в большом. Раньше около Даниловского рынка был большой хозяйственный магазин. Я зашел туда, мне что-то нужно было купить. И смотрю, на прилавке лежит такая штука. Я думаю, блин, она должна у меня быть. Она должна у меня быть, потому что вдруг... Что мне понадобится? У меня, конечно, есть где-то электрическая, но она так далеко на антресоле. Лезть туда. Казалось бы, лень было лезть на антресоль для того, чтобы достать электрическую мясорубку. Теперь приходится в два раза больше делать движений, для того, чтобы все это перекрутить. Я быстрее здесь скручу, сверчу. Значит, у меня здесь филе щуки. Вот такое вот филе. Здесь 750 граммов свежайшего, крутейшего филе. Щука, мы все знаем, чем крупнее, тем у нее, что правильно, жестче мясо. Старая она, такая, по вкусу. Она уже меньше двигается, сторожит свою добычу в камышах. Оттого пахнет тиной. Ну, кроме тех щук, которым постоянно приходится барахтаться в течении, по течению. И оттого их вода промывает, они не пахнут тиной. Но моя щука такая обычная, самая приобычная. Я у ребят купил сегодня ее. Ну, такая, конечно, с запахом была тиной, но чувствуется. Поэтому я решил, что если уж я буду готовить котлеты, Кто помнит, в советские времена было такое блюдо или такое название. Рыбники. Это знают люди, которые ловят щуку, ловят разную рыбу. И причем увлечены этим. То они знают о существовании такого блюда, как рыбники. Особенно вот старшее поколение. Я и подумал, а не прикупить ли мне сальца, для того, чтобы щучьи котлеты стали вкуснее. Просто кусман соленого сала. Тут можно, конечно, заморочиться, типа, сколько процентов, сколько граммов. Ну, щуки у меня 750, а вот этой штуке жирного сала со спины 150. 150 граммов шкурку, конечно, в мусор. Сальцо я нарезаю такими вот кусочками, которыми оно у меня отправится в мясорубку. Мясорубка у меня, видите, такая настоящая. Рецепт советский, старинный. Ну, и я подумал, что и пусть и мясорубка у меня будет такая же. Советская, старинная. Хочет, но это все от лени. Значит, погнали. Погнали наши городских. Щука едет, дом стоит. Лук добавляем котлетам свежий, без пассеровки. Добавляем все, чередуя. Рыба, сало, лук. Рыба, сало, лук. Вообще, в рыбнике еще идет хлеб. Но вы знаете, что-то я так прикинул и решил, что жирновато будет еще и с хлебом. И хлеб класть я не буду. Приготовлю без хлеба. Давай, лук. Вперед. А может, наоборот? Хорошо. Чего хорошо? Ну, хлеб за себя жир впитает, и все. Нет, нам нужен сок. Ну, вот я сало кладу меньше по весу. А вообще, вот написано же в специальной литературе, что это рецепт домашней кухни, даже лесной такой кухни. Сало в щучьи котлеты, чтобы, во-первых, тиной не воняло. Во-вторых, чтобы сочные были. В щуке же нет жига совсем. Его должно быть там примерно 30%. Трижды семь, это, ну, там, 21, да, 200 граммов примерно. Чуть меньше взял. 150. Ну, видишь, я как бы был прав, что через мелкую хрен мы прокрутим, да. Что нужно через крупную крутить? Видишь, давит он рыбу. Мясорубочка наша. Опять же, есть повод для комментариев. Типа, а мы не так, мы так, мы эдак. Да классно, все же все по-своему делают, и я по-своему. Зато самый безопасный вид транспорта, потому что в электрическую пальц так не посуешь. Может и прихватить. Там есть специальные штуки, а здесь у тебя нету. А здесь палец, как только затрещит, значит, пора останавливаться. Шли вторые сутки. Ну, ничего, процесс-то увлекательный в любом случае. Во-вторых, я это не делал, блин, вообще уже огромное количество времени. Вот так мне захотелось котлеток из щуки, что я думаю, а, пропади, ну, пропадам, буду крутить вручную. Ну, это все от лени. Казалось бы, лень была лезть на антресоль для того, чтобы достать электрическую мясорубку. Теперь приходится в два раза больше делать движений, для того, чтобы все это перекрутить. Костью тут не перемалывает. Ну, я поэтому говорю, что мелко надо было. Ну, то есть, в большой бы кости планку все. И мы только поливались бы этих котлет. А пинцетам нереально, да? Там их только в этой щуке. Ну, то есть, очень много. Щука волокнистая оказалась. Слушай, ну, раньше крутили вот это все, понимаешь? Реально крутили. Я всегда помню, как бы, когда крутили, отец разбирал, пока вот фарш перекрутит, раза три ее. Угу. Ну, нож, видишь, весь в каких-то пленках и в костях. Слава богу, сколько костей наматывается. Е-мое, где она вставляется-то? Это же было как-то просто очень делалось. Да, е-мое. О, пошла. Поэтому в советских мясорубках, видимо, две решеточки. Потому что все равно придется ее, блин, потрошить. В какой-то момент времени. Надо это протереть, чтобы не открутишь. Жирные бачка. О, пончали. Эх, лук, лучок, золотая луковица. Ну, давай, давай, щука. По щучьему велению, по моему хотению, превращайся, щука, в котлеты. В общем, обязательно нужно добавить сюда соль. Нет, соль не будем добавлять. У нас же сало соленое. Но оно соленое так, чуть-чуть. Да, какое оно там соленое. В общем, котлетки нужно обязательно посолить. Все это делаем на свой вкус. Обязательно черный перец. Зелень добавлять никакую не буду. Но с удовольствием добавлю паприку. Теперь все нужно перемешать. Панировочных сухарей я не обнаружил у себя. Поэтому я их буду панировать и в муке. Ну, как мы делаем. Минтай жарим в муке раз-раз. И на сковородку. Фарш получается очень клейкий. Потому что через мясорубку он, блин, давится, а не рубится. Можно, конечно, в полевых условиях на пень все бросить. Ножами изрубить, как люля-кебаб. Все, ставлю сковородочку. Перехожу к жарке. Масло разогрелось. Огонь чуток убавляю. Теперь котлетку. Мокрыми руками, чтобы не прилипало. Катаем, катаем. Она нормально лепится вообще. Сюда раз-два-три-четыре. Вот такую. Слепили. Оп. Сюда ушла. Котлетки должны быть такие увесистые. Граммов по 100. Ну, у меня чуть меньше, наверное, граммов по 80 примерно. Я их на весы не кидал. Глазом. Вижу примерно. Запах, кстати, очень вкусный. Так, первая котлетка слегка обжарилась. Оп. Переворачиваем. Вторая котлетка обжарилась. Вон они, все обжарились. Но это чуть меньше. Ну, что делать? В общем, желательно их не доводить до коричневого колера. Все, в следующий раз буду готовить фарш в электромясорубке. Потому что это прям вот с такой это заморочка. Серьезная заморочка. Щука очень волокнистое мясо. Ну, вернее, как. Любая рыба, да, будет через мясорубку, если ее вот так вот выдавливать, конечно, она будет как суфле. Поэтому при обжарке оно закупоривает белок сверху, оставляя все соки и жир внутри. Ну, это видно вот прям, что пленка. Нажимаешь на котлетку и чувствуется, что сверху она хорошенечко схватилась. Можно, конечно, панировки делать, но, насколько вот мне известно, я пробовал котлетки не только из щуки, но и там из говядины, из кролика. Как только попадается панировка, вот на мой взгляд, у меня сразу потом вот от этого хлебного, хлебный вкус потом вот тут стоит в горле. Мне это не очень нравится. А мука, она и в масле остается. И она так не чувствуется, потому что ее немного. Значит, как я всегда говорю, слегка обжарили и в духовочку. Видите, котлетки плотные. Пахнут, как будто рыбу смешали со свининой. 180 градусов, 6 минут, не более. Духовка у меня уже разогрета. Время прошло, пора доставать. Видите, я за это время уже сюда накидал, накрутил, навинтил еще котлеток. С этой стороны у меня были вот эти 4 первые, а эти все чуть позже. Хочу вам сказать, что запах совершенно удивительный. Во-первых, запах рыбы, вот щука все равно, когда жаришь, есть определенный аромат. Он в разы падает. Понятно, потому что там довольно много свинины. Да причем это сало соленое, да оно еще и было с чесноком. Ну, понятно, что чеснок внутрь не попадает, и все равно там это все так эфемерно. Но, тем не менее, лук и сало вот очень сильно снижают аромат котлет. Аромат рыбы. Кто-то скажет, зачем тогда жарить баранину, если она не пахнет бараниной. Значит, вот эти у меня чуть больше простояли, вот эти чуть меньше. Давайте одну котлеточку сейчас урубанем. Еще раз напоминаю, свинина у меня для сочности. Потому что, как я уже говорил, папа называл щуку соломой. Ну, мол, типа солома. О, косточка. Короче, смотрите, что получается. Что у нас внутри все тает, и они такие очень-очень сочные. Горячо держать, конечно, мне их нажимать. То есть, если нажимать, правда, горячо тут. Ну, давайте я обе половинки вот так вот приподниму. Ну, смотрите, жир расплавляется, образуются дырочки. И вот нажимаешь, вон он течет. Видите, как котлеты сочные. Сочные, вкусные. Да, вот я-то, например, в детстве такие котлетки ел. Аромат удивительный. Ну, вот с костями, конечно, тут немножко беда какая-то произошла. Попадаются они здесь, просачиваются. Может, два раза надо пробивать, но вкус потрясающий. Они довольно плотные. Ну, то есть, это котлеты, это не рыхлая какая-то там субстанция. Свинины не чувствуется вовсе, но эти рыбники. Алиса, е-мое, я понимаю, что пахнет здесь так вкусно. Тебя сводят с ума запахи, да? Тебе тоже нравятся котлетки? Но тебе нельзя. Да, я понимаю, что тебе нравятся. Рыбники вот так вот ели в Советском Союзе. Реально. Это даже в книгах описано. Ищущие котлеты в сто раз вкуснее с салом, чем с хлебом. И не гладите чеснок. Если вот, ну, вот у меня сало было с чесноком, я его соскрою. Легкий аромат существует. Но я бы и не добавлял бы его вообще. Но это я сейчас уже понимаю. Хотя, вы же знаете, что я большой любитель чеснока. Они просто сочные и вкусные. Все. Это супер. Сделайте вот так вот. Я вам 100% гарантирую результат. to us today. Today.